Как можно быстро снизить давление? Сразу скажу, без прикрас, ярких заголовков, без закивоков. Кроме лекарств, которые вам могут вести врачи скорой помощи, при очень высоком давлении действительно помогают только дыхательные упражнения. И то, если их делать по-хорошему, а не абы как. Поэтому ваша первостепенная задача состоит в том, чтобы взять себя в руки и попытаться замедлить дыхание, постараться сделать выдохи длинными. Какие есть конкретные дыхательные техники? Мне кажется, самое понятное и действие на это квадратное дыхание. Это когда вдох, пауза, выдох и пауза одинаковой продолжительности. Ну, например, 5 или 6 секунд. То есть, вы 5 секунд делаете вдох, потом делаете паузу в течение пяти секунд, потом выдох в течение пяти секунд длинный и опять пауза. Вот получается у вас 5, 5, 5 и 5 секунд. Поэтому квадрат, квадратное дыхание. То есть, выходит, что у вас в минуту всего три длинных вдоха и три длинных выдоха. Вот еще помогает использовать при дыхании метроном или таймер или песочные часы. Нужно смотреть, чтобы дыхание было размеренным и очень медленным. Не более 6 вдохов в минуту. Лучше меньше. Еще помогает, например, лечь на пол и следить, чтобы дыхание было таким глубоким, чтобы вы могли видеть, как поднимается ваш живот. То есть, вы дышите не поверхностно, а глубоко, до самого живота. Другой способ снизить давление, это дышать в пакет. То есть, опять у вас дыхательное упражнение. Вы дышите в пакет. Когда вы дышите в пакет, увеличивается вдыхание углекислого газа. При этом расширяются сосуды и давление падает. Вот нужно стараться такие упражнения делать. Их нужно делать нормально, а не так, что я подышала пару секунд, ничего не вышло и все. Я умираю и скорее-скорее ехать в скорую. Я понимаю, что когда скачет давление, человеку очень плохо. Но здесь, конечно, либо вам придется образ жизни радикально и быстро поменять, либо нужно постоянно ездить в больницу с вечным приемом лекарства, либо нужно научиться делать дыхательные упражнения. Вот. Еще иногда рекомендуют пить чай. Учтите, что чай, конечно, нужно пить без сахара и не черный. Сладкое и соленое очень сильно повышают давление, наоборот. Поэтому чай нужно пить без сахара. И этот чай должен быть зеленый или лучше травяной, теплый или горячий. Например, это может быть чай из укропа, из крапивы. Это может быть вода теплая, с лимоном, с большим количеством лимона. Это может быть ромашковый чай. Они действительно помогают снижать давление. Но вы должны понять, что травы и чаи из них действуют мягко и постепенно. И поэтому для достижения эффекта и долгосрочного результата их надо пить регулярно. Их нужно пить каждый день. Вот. Еще помогает медитация, если у вас повышается давление. Но это в том случае, если человек в состоянии слушать ваш голос, выполнять простые команды, вроде закрой глаза, успокой дыхание, расслабься, расслабь руки, расслабь плечи, расслабь шею, лицо, рот, расслабь лоб, представь звездное небо и так далее. Если человек не в состоянии такие простые действия выполнять, если человек не может успокоиться, не может взять себя в руки, не может взять под контроль дыхание, не может поставить таймер, то надо срочно ехать в больницу или вызывать скорую. А вообще, конечно, чтобы не было таких неприятных и опасных эпизодов, когда очень резко повышается давление, то нужно, ну вы наверняка уже много раз это все слышали, нужно пересмотреть образ жизни, больше двигаться, желательно сбросить вес, нужно больше кушать свежей зелени, прямо в больших количествах, делать из нее зеленые коктейли, делать соки, зелени и трав, например, из укропа, из петрушки, крапивы. Нужно наладить сон и, конечно, научиться расслабляться. Очень полезно освоить различные дыхательные упражнения, особенно те, где у вас выдох становится, выдох медленный, где дыхание замедляется и выдыхаете воздух медленно. Вот, конечно, обязательно нужно взять здоровье в свои руки, под свой контроль, потому что ваше здоровье и жизнь не интересны врачам, они интересны вам и вашей семье, а потому стоит принять волевое решение раз и навсегда следить за своим здоровьем самостоятельно.